библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книги притчи такая чести юмористическая глава казалось бы что в юмористического книги притчи а вот такие зарисовки про людей которые не очень хорошо себя ведут я читаю эту главу для библейского портал экзегет перевозе российского библейского общества глумливое вино и брага буйна кто присрастился к ним тому мудрым не быть вино и брага примерно одно и то же видимо брага это вот что такое сброженное из фруктов может быть даже из винограда но вот по-русски брага тоже это обозначает не выдержанное вино вино это вот такой качественный напиток а это вот что-то такое быстренькое может быть это пиво до конца тоже непонятно в любом случае они с вином идут всегда в паре в общем они глумливые и буйные то есть вот человек конечно они сами напитки так себя ведет и с мудростью несовместимо пристрастие к ним царская ярость как рык львиной навлечь ее грех против себя самого вот не будь глупым да не убивай себя самого не зли царя почет тому кто далек от 40 куда всякий глупец спешит ввязаться вот прям серия карикатур на глупец любит ввязываться в ссоры откройте любую социальную сеть ой сколько там этого будет лодырь в холода не пашет значит в жатву ничего не сыщет лодыр ищет повод не работать например погода холодная ну и урожая не будет сокровенный замысел что глубокий омут но разумный сумеет зачерпнуть из глубины вот там в глубине ничего не видно непонятно да вот как туда проникнуть на разумный человек и туда проникает многие кричат о своей преданности но человека верного найдешь ли да правда какие-нибудь там севи вакансии и все кричат о своих достоинствах а как найти верного человека вот нужна мудрость которую книга притчи хвалит постоянно праведник живет непорочно блаженны его потомки вот тут вдруг среди этих карикатур такое изречение положительное восядет царь судить и предзором его развеется зло казалось бы да но тут же другой стих с этим как бы слегка спорит кто же скажет нет порока в моем сердце от греха своего и очистился риторический вопрос то есть нет человека который был бы безгрешен развеется всякое зло а люди же порочны по своей природе как это все произойдет и вообще вот царь он там пытается выстроить свое правление по какому-то такому очень правильному принципу а что происходит на практике взвесил да обвесил отмерил да обмерил мерзостью это для господа считаю что это такая наша переводческая удача то есть при взвешивании товара обвес при отмеривании товар там ткань допустим какая-то тоже обман да и вот это все мерзость это не какие-то мелкие подробности знаете да там чуть-чуть схитрил это то что человек перед богом делает дурно с молоду человек познается по делам чисты ли честны ли его поступки то есть это все береги честь с молоду да русская поговорка тоже ухо слышащие ока зрячие то и другое создана господом ну да и руки и ноги и желудок и там прочие части тела а ведь это про то что способность человека видеть слышит понимать разуметь это от бога не зря ты смотришь и видишь да вот делай выводы любишь поспать дождешься нищеты не смыкаешь глаз наешься досыта вот такие бытовые приметы или сцены на рынке у нас там обвешивали обмеряли человека дрянной товар говорит покупатель а едва отойдет давай хвалиться торгуется готовой какая дрянь даже вообще не стоит никаких денег потом сбил цену купил о как здорово какая хорошая вещь да а ты примечай у тебя глаза и уши есть это от бога вот и давай соображай как это все использовать есть на свете золото есть самоцветы но сведущие уста драгоценнее сведущие уста слышать мудрое изречение важнее всего кто за чужого поручился в залог отдаст одежду и такой же залог за жену чужую у нас уже было про то что не надо поручаться за другого он долг берет от из него поручаешься то есть говоришь я отдам если он не отдаст и жестокий взаимодавец у тебя одежду возьмет будешь голым ходить и за чужую это что значит это такая комедийная сценка залез в дом чужой жене там спасаешься и оттуда голым выскочил оставил свою одежду в залог потом больше непонятно как обратно получать тебя пониже опознают то есть такая комедийная прям водевильная сцена до любовника который убегает голым из чужого дома и вот как связались эти две темы постоянные темы притчи неожиданно связались не давая поручительство за другого и не ходи к чужой жене окажется это одно и то же то есть не вмешивайся в чужие дела будь то финансовые будь то семейные сладок хлеб добытый обманом но во рту битым камнем обернется то есть как бы обманывать и получать прибыль приятно но на пользу не пойдет замысел зреет в обсуждениях ведя войну выслушивая советы тоже постоянная тема решение принимает коллегиально после обсуждения кто распускает сплетни тот и секрет выдаст так что не связывайся с болтуном разумно кто проклинает отца с матерью погаснет его светильник во тьме кромешной то такая прям череда вот этих самых негативных неприятных образов с жадностью схваченное наследство не обернется благословением интересно что это значит человек не трудился получил наследство и вот прямо его хватает и начинает им распоряжаться да или может быть у братьев выхватил там и сестер у своих родных неважно вот жадность стремление получить причем получить даром наследство то что мы получаем даром не трудившись вот это все не на пользу не говори отплачу за зло доверься господу он защитит тебя мне отмщение я воздам фразы из пяти книжек вот здесь та же самая мысль гири с обманом мерзость для господа и дурное дело неверные весы опять-таки на рынке надо быть честным это для бога ты честен они для кого-то еще господь направляет шаги человека а человеку как понять свой путь тоже риторический вопрос который здесь периодически возникает что да вроде бы мы знаем как правильно но как нам это соотнести с нашей жизни как это трудно оказывается ловушка для человека торопливая клятва или обед необдуманный обед то есть человек дает обед обещание богу но не продумал и вот он обещал чего-то исполнить не смог и оказался виновен перед богом мудрый царь развеет нечестивцев колесо молотильным по ним проедет но так молотили хлеб то есть собранные колосцы рассыпали на какой-то каменистой твердой поверхности и потом по ним катали что-то такое вот жестко еще желательно со вставленными острыми камешками чтобы вылущить зерно из шелухи и вот нечестивцы то же самое они шелуха и он развеет их он их удалит он отделит их от людей честных от зерна дух в человеке светильник господний что просвечивает его насквозь странно смотрите дух в человеке внутри просвечивает его насквозь понятно если бы извне он его просвечивал до рентгеновский аппарат а он изнутри то есть внутри каждого человека есть нечто что дает ему понять себя вот вечный вопрос как себя понять от бога же все есть я не до конца понимаю вот во мне ездок господний который позволяет мне внимать себе самому оценивать себя в том числе царя у нас же соломон здесь главный автор милости правда сберегают царя верность укрепляется престол ну такой принцип подбора кадров скажем так юноши сияют силы а в старцев украшает седина у всех возрастов своя сила свое достоинство раны и рубцы очищают от зла исправляют побои сердца человека приступ сада мазохизма не думаю это скорее вот экрана украшают шрама украшает мужчина есть такое выражение то есть человек испытанный закаленный не обязательно может быть физические раны там в боях полученные но человек прошедший через многое он наверное начинает понимать вот ровно то о чем только что было сказано как понять человеку свой путь вот когда этот путь был труден когда он пройден то какой-то его этап то этот пройденный участок пути он позволяет понять каков путь целиком куда ты идешь кто ты что вокруг тебя как вести себя при этом юноша еще неопытные сияют силы у них есть силы вступить в этот бой с препятствиями а старца украшена седина и они уже несут на себе корону этого опыта в идеале опять-таки у нас очень много изречений притчах описывает идеал ну и в 21 главе тоже будут такие идеальные картинки